делайте то же самое если у вас два или три имплантата с каждым последующим также и потом эти сосочки вы переводите в максимальные позиции здесь нюанс это нельзя сшивать между зубными шнами это разрез первый который мы сделали вестибулярно вестибулярно мы смещаем его вестибулярно а ткань которая между используем ее на сосочки еще сшивать но не между зубными вот как бы вы здесь накладываются вот такие вот придавливающие прижимающие крестообразные швы вы здесь просто повредите не вырастет очень там тонкая тонкий кусочек его надо просто очень аккуратно придавить он прирастет у вас никакого дефекта никаких нюбных трансплантатов никаких дистальний самый край можете ручкой показать на картинке движение скажем уже с баклажаном два формирователя это так называют все сосиски всякие нет я просто был на курсе где это мы учили именно на баклажанах баклажан два формирователя вот так вырезали кожицу и а че на модели то нельзя было с той стороны где у меня с первого разреза то что там просто не славит на апельсинах я это уже делал смотрите вот разрез 1 2 отслоились вот сделали разрез 1 2 это слизистая вас переместилась немножко вестибулярно здесь да но вы еще вот этот объем прикрепленный десны переместили еще более вестибулярно только то что нагревание да чуть 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 больше вот 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 сюда чуть чуть больше как это он не будет все будет лежать там великолепно работает просто на ура я делаю на всех формирователях так вообще на всех без исключения как вы хотите не знаю у меня ортопед потом выкручивает и ставит что ему надо есть же там они как-то смотрят по конструкциям что им там техник потом попросит нет здесь на тонком формирователю будет неудобно лучше брать такой средний диаметр во первых на нем вам удобнее будет сделать этот разрез а на тонком вы его сразу упадете тройка там самый тонкий тройка да а потом идет 4 4 с половиной 5 вот пожалуйста есть вот так но мне кажется что тот более до практичный метод может быть он чуть более сложнее да но вот этот вот метод вот эти вырезания хотя принципы везде такие же перемещения прикрепленные десны более вестибулярно всегда происходит для того чтобы до создавать объем прикрепленные десны и профилактировать нашу превентивная работа по поводу переимплантит а по поводу проще не знаю к сожалению не все так делаю а здесь потому что видите он не перевернутый там же у вас получается перевернутый и поэтому его травматизация излишне она может привести к какому-то там нет ну некротическому до исходу а здесь он у вас вот по слизистой грубо говоря вот эти потери вот этих арок она мне не очень нравится вот вот вторая модификация попалача смысл тот же переместили вырезали уложили и где а вот и колесообразную шею а он такой же был между зубом и между зубом и десной но мне больше нравится я оставляю здесь всегда сосочек на самом деле который на зубе я стараюсь его не трогать видите здесь даже показано у палача пара сулькулярные разрезы обратите на них внимание параллельно бородирую да да этот разрез да поэтому можете если вы посмотрите как вам удобно у меня просто привычка меня так научили всегда от дистального участка работать это вот ну как как ложку я беру вот и им я не помню почему я так делаю это в случае когда включенный дефект между зубами рекомендовано все-таки пара сулькулярными разрезами пользоваться но более сохранно все-таки для мягких тканей в области зубов чтобы вы связки не повреждали тоже потому что когда мы сулькулярные разрезы делаем конечно мы травмируем что мешает просто сделать посередине гремя посередине заглушиваю обычно здесь ставишь формирователь и все буквально здесь вот такой формирователь ставится и оно все просто так все прекрасно ну хорошо это если у вас есть объем десны прикрепленный вестибулярно а если у вас нет а если у вас нет у вас у всех пациентов есть объем прикрепленный десны это для тех пациентов у кого да вы все время прослушиваете где-то меня пожалуйста активизируйте свое внимание это для того чтобы профилактику создать а еще дополнительные у кого нету и прикрепленные десны мало не бывает точнее много не бывает их бывает только мало бывают какие-то фиброзы но я не знаю я вот их не вижу кто-то мне рассказывает что бывает так много десны вот эти какие-то фиброматозные такие разрастания да я уже тоже такого не помню у меня все тоньше и тоньше все худосочнее и худосочнее приходит это когда у вас один зуб да контактирует а потом имплантаты дефект концевой видите да посмотрите это специально для вас здесь стрелочка сколько мы переместили то есть мы сразу одним движением не сэкономили да вот на этом на времени на своем не одним маленьким разрезиком малоинвазивненько так поставили а сделали разрез по краю формирователи и получили уже сразу сюда 3-4 миллиметра прикрепления которые вам очень потом понадобятся и артеопеды пациенты конечно да орально когда не видно эти заглушки не прощупываются они не видно это хорошо если ты ставил все там помнишь а может и не слушай я не знаю как то я никогда не делала этого людям которым я вообще никогда не открывала чужие имплантаты в своей жизни поэтому не знаю я знаю просто во первых куда я ставила имплантаты потом я все таки зонду но не по центру вы смещаетесь орально всегда ориентируетесь на зуб но вот смотрите относительно зуба это смещено где-то миллиметра на полтора два всего лишь то есть это не так много вы там не выполняете какие-то мега разрезы нет ну сразу сколько добавляется вестибуляр так в том то и дело потому что вы эту вестибулярную часть и ту которую вы выбросили вы ее всю бережно отодвигаете вестибулярной потому что у нас проблема чаще всего вестибулярного характера то есть вот эти вот малоинвазивные методики не очень хорошо работают и не очень эффективны они не требуют от вас никаких в принципе затрат чуть больше времени ну то есть чуть-чуть вот разработать эти нормальные навыки это опять же превратится я даже вообще не задумываюсь о том что вот написано установка формирователей в плане в данном случае мы рассмотрели вопросы да